Приветствую вас! Для начала примите магию соболезнования, переживать смерть своих родных, близких. Это очень тяжело, невыносимо, тем более в такую. Что вам хочу сказать? Что заключается в том, что существует такое понятие, как любовь, существует такое понятие, как преданность, внимание, нуждаемость в людях и так далее. Существует такое понятие, как ответственность, повышенная ответственность за других людей в ущерб себе. И существует такое понятие, как знание о ситуации. Значит, смотрите, вы не знали о том, что произойдет с вашими родителями. Вы не знали о том, что случился несчастье, и ничто не предупреждало этого. Отец ваш, значит, приезжал к вам накануне и сказал, чтобы вы не приезжали. Логично предположить, что он, так же, как и вы, не знал и не мог знать о том, что случилось. Далее. И для вас и для них это стало неожиданностью. Полностью неожиданностью. Вы сейчас судите о себе по тем моделям, по тем уровням знания, которые у вас имеются сейчас. Но проблема заключается в том, что на момент, когда вы принимали решение не приезжать к родителям, вы опирались на объективный на тот момент и исходя из той ситуации, анализ ситуации, анализ обстоятельств. И этот анализ говорил о том, что вам приезжать к родителям не нужно. Тем более, что сам отец приезжал и отговаривал вас от этого мероприятия. Значит, у вас была информация о реальности в тот момент, такая, которая предполагалась, что вы можете не приезжать. Что вы и сделали. Потом случилось несчастье, и вы, естественно, из-за того, что своих родителей вы очень любите, естественно, из-за этого вам больно, вам невыносимо, что их с вами больше нет, вы поэтому себя вините. Но подумайте, как вы могли знать, что это случится? Как вы смогли предугадать, что это произойдет? Как вы могли знать, что несчастье произойдет? Ответ – никак. И именно потому, что в момент принятия решения о том, чтобы не ехать к ним, вы не знали о том, что случится, именно по этой причине вам не за что чувствовать себя виноватой. Вы не виноваты, потому что вы не знали, что это произойдет. И поскольку вы не знали, что это произойдет, и не могли знать, то ответственность вы за это не несет именно вы. Другое дело, что вы не можете принять, что родителей больше нет. Другое дело, что ваша жизнь изменилась, ваше восприятие изменилось, вы стали по-другому, может быть, видеть мир, вам тяжело сейчас и так далее. Это уже совсем другой аспект. Это совсем другая ситуация. Но важно понимать, что тем не менее, тем не менее, это не влияет на реальность. А реальность такова, что вы не могли знать, к сожалению, что произойдет с вашими родителями. И вот то, что вы сейчас испытываете, называется как бы постфактум. То есть вы чувствуете свою вину, потому что не могли знать того, что там вот этот случай случится. Из-за этого вам плохо. Но плохо вам потому, что вы не приняли, родителей больше нет. Своим сознанием вы пытаетесь это еще изменить. Своим сознанием вы противитесь тому, что их больше нет. И тем самым отказываетесь принимать реальность. Вопрос заключается лишь в том, почему вы отказываетесь принимать реальность. Если вы верующий человек, вам рекомендуется обратиться к священнику, чтобы он вам в позиции теологии помог преодолеть этот сложный период. Если вы человек не верующий, то, наверное, догадываетесь, что в мире несчастные происходят. И ваши родители стали жертвами несчастного случая, что не зависит ни от вас, и что не зависит ни от кого-либо еще. Несчастные случаи происходят. Мы не можем жить в ожидании этих самых несчастных случаев постоянно. И поэтому вы точно так же не могли жить, ожидая этого самого несчастного случая. Ведь никто и ничто не мог предсказать и предупредить, что такая ситуация произойдет. Тем не менее, она произошла, и вам теперь нужно решить дальше. Если вам плохо, и для того, что родителей с вами больше нет, и я вас хорошо понимаю, то подумайте вот о чем. Они, родители, с вами, пока вы их помните. Вот до тех пор, пока вы помните своих родителей, они всегда будут с вами. Они всегда будут рядом. Старайтесь просто их не забывать. Если они вам понадобятся, спрашивайте себя, как бы они поступили, что бы они сделали, и так далее, и так далее. То есть, родители будут живы с вами до тех пор, пока жива ваша память о них, о родителях. Далее, вы сами писали о том, что, значит, ваш папа отказывался жить в квартире и хотел жить только в доме. Именно поэтому, собственно, вы ему и построили этот самый дом, в котором они ищили. То есть, ваш отец, ну и, наверное, мать, самостоятельно выбрали для себя такой путь жизни. То есть, вот, форму проживания для себя они выбрали в доме. Это их вывод. И, обвиняя сейчас себя в том, что они погибли, вы, как бы, ставите под сомнение их вывод. Обвиняя себя в том, что их нет, вы сомневаетесь в правильности выбора своих родителей. Но правда заключается в том, что, как и любые взрослые люди, они сами выбирали для себя свой путь. Они его выбрали, они жили там, где хотели, они жили счастливо, и это самое главное. То есть, понимаете, что вы, обвиняяя себя, как бы, осуждаете их выбор. Я не думаю, что вы можете осуждать, оценивать выбор другого человека, если этот выбор касается его собственной жизни. Ага. Только потому, что все закончилось несчастным случаем. Ибо абсолютно любой выбор может закончиться несчастным случаем. И совершая выбор, человек, естественно, защищает себя от каких-то негативных аспектов, но в то же время, защищая себя от отличных негативных аспектов, человек не может и не должен предугадывать все возможные несчастные случаи. Это невозможно, поэтому не нужно ставить под сомнение выбор ваших родителей. Они так решили, они были так счастливы, это здорово, это хорошо. Постарайтесь теперь подумать, как бы они, они хотели, чтобы вы жили? Как бы они хотели, чтобы ласку раскладывал жизнь? И начните жить именно так. С памятью, с памятью о них, с воспоминаниями о них, с любовью к ним, с сердцем. Но, как вам правильно заметил мой коллега, они бы не хотели, чтобы вы свою жизнь использовали для того, чтобы обвинять себя в том, чего вы, в принципе, предугадать и предусмотреть не могли никак. Так, если вам тяжело переживать их утрату, потому что они были для вас в определенном, уникальном, индивидуальном значении, то есть вот они имели для вас прямо вот такой личный смысл, личное значение. Я имею в виду больше, чем имеют значение обычные, ну, обычные родители для своих детей. То есть вот если вы остро нуждались в чем-то в контексте них, то эти ваши потребности можно будет проработать отдельно. Потому что я понимаю, что ваши желания, они остались, они никуда не делись. Их нужно реализовывать, а реализовывать другим путем у вас не получается, потому что вы привыкли реализовывать их с помощью родителей. Вот здесь требуется перестройка, здесь требуется помощь и так далее. По поводу всего остального, вам нужно только время, потому что в данном случае боль утраты она будет с вами в ближайшие годы. И это нормально, это значит, что вы своих родителей любили, вот. Но постарайтесь запомнить то, что я вам сказал, постарайтесь принять то, что я вам сказал, не понять разумом, а принять сердцу, и тогда вы сможете жить дальше. Как бы там ни было, ваши родители ушли, их больше нет, вы остались, и вам надо жить. Хотя бы для тех, кто у вас есть в окружении, любимые, настоящиеся в вас люди. Хотя бы ради них вам и стоит жить. Не забывайте об этом. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если какие-то вопросы остались, дополнительные пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!